не хватает так все так микрофон работает не работает ладно значит по поводу расширения затылочного отверстия это наверное самая частая операция которую я делаю после шунтов и удаление опухоли мозга вот и соответственно показаний достаточно много вот какие показания до чего я собственно говоря и использую данную данный данный а что она не переходит не переходит а вот так надо вот значит у большинства пациентов расширение затылочного отверстия приводится приходится делать для того чтобы осуществить следующего 4 группы лечебных методик да можно так сказать значит первое это при имеющейся у них крайне церекальной дисплазии или крайне церекальной малиформации при различных ее вариантах дальше это доступ к новообразованиям к опухолям различным данным образованиям головного мозга то есть когда она локализована в районе где митерами мозжечка то или 4 желудочка то опять же мы делаем этот доступ дальше существует различные существуют различные дефекты развития черепа которые могут вызывать повреждения нервной системы и в этих случаях тогда тоже требуется решение затылочного отверстия вот ну и иногда при лечении гидроцефалии для того чтобы пройти через сквозь четвертый желудочек в третий желудочек тоже иногда приходится делать вот эту манипуляцию да значит как уже говорил говорилось на сегодняшний момент все-таки довольно плохо с классификацией заболеваний да поэтому и крайне церекальной мальформации ну и собственно говоря вообще с классификации в неврологии достаточно не очень хорошо вот поэтому то есть все практически предыдущие лекторы об этом говорили да и в плане гидроцефалии тоже не все гладко вот а в плане крайне церекальной мальформации или дисплазии то тоже все не очень хорошо поэтому так как мы не можем в каком-то большом объеме накопить большое количество пациентов чтобы создать какую-то большую классификацию да то можно использовать совсем принципиально другой способ просто и знать принципы то есть чего мы должны добиться и что мы должны в результате получить то есть у нас есть пациент который болеет у которого есть поражение нервной системы знает оптическую диагностику мы понимаем где у него поражение исходя из симптомов дальше мы проводим какую-то диагностику кт мрт и понимаем где у него повреждения да и чем это повреждение вызвано а дальше мы думаем зная что мы должны в результате добиться то есть чего мы должны в результате получить знаем что нам делать то есть если ты знаешь конечную цель то ты всегда знаешь что тебе сделать если ты узнал почему это произошло грубо говоря да то есть что там произошло с этим бедным мозжечком что там произошло с этим бедным проволговатым мозгом то есть кто его повреждает кто его там компримирует кто его там давит на него да то есть когда ты это Понимаешь, ты знаешь, что тебе надо делать. То есть ты же прекрасно понимаешь, что если тебе постоянно капает на мозг, то тот, кто тебя капает на мозг, должен быть уничтожен. Ты же это понимаешь, да? Ну, ты понимаешь, что это рано или поздно произойдет. Тут та же самая ситуация. Принцип следующий. На мозг, головной или на спиной, ничего не должно давить. Ни снаружи, ни изнутри. Вся хирургия, все, что мы делаем, удаляем опухоль, восстанавливаем там, короче, все, что мы делаем, удаляем какой-то фрагмент, гематому, кусок кости или еще что-то, мы всегда делаем одно и то же. Всегда одну и ту же манипуляцию. Мы делаем следующее. Мы убираем то, что давит на мозги. На мозги ничего должно не давить. Поэтому это наша главная задача. Дальше он должен лежать на своем месте. На своем месте он должен лежать для того, чтобы хорошо питаться. Потому что если он куда-нибудь сместился или что-то его сместило, то сосуды, которые к нему подходят, они так или иначе нарушаются. И ему плохо есть, ему плохо дышать. Поэтому наша задача что сделать? Дать ему поесть, попить и выделять. Все, что должна делать клетка живого организма, в том числе нервная, она должна потребить, усвоить и выделить. И если вена, отходящая от спинного мозга, вдруг каким-то образом перестала работать, то это нарушает функцию этой клетки. Отсюда происходит повреждение и так далее, и так далее, и так далее. Весь тот спектр проблем, которые возникают. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому мы стремимся к этому во всех наших хирургических вмешательствах. Во всех наших вмешательствах. Поэтому, когда говорят консервативное лечение, по большому счету, консервативное лечение, оно ничего не лечит. Оно просто контролирует симптом. То есть, есть лечение, а есть контроль симптома. То есть, есть воспаление от того, что постоянно что-то давит. То есть, мы даем препарат, который мешает воспалению, тем самым мы воздействуем уже на следствие. Задача все-таки воздействовать на первопричину. Потому что воздействие на первопричину, это и есть лечение. А воздействие на потом, на эпилептический приступ, генерализованное, это просто контроль симптома. Это надо для себя четко понимать. Поэтому я для себя это четко разделяю. То есть, у меня есть лечение, я убираю причину и устраняю проблему. А есть консервативное терпение, когда тебе на мозги капают. Вот и все. То есть, ты ходишь, думаешь, да, там, это все-то всякое такое. Мозг лежит бедный, прижатый там где-то, и ему плохо, и оттуда ему дексаметазон. Да вроде можно еще и потерпеть, да. То есть, вот это не решение проблемы. Это надо для себя четко понимать. Почему я много времени этому уделяю? Потому что происходит путаница. То есть, мы о использовании каких-то препаратов говорим как о лечении. Но что себя обманывать-то? Мы просто приспосабливаем организм на какое-то время к этой проблеме. Ничего не решаем. И в жизни то же самое, на самом деле. Все, что касается нейросистемы, оно все одинаково. Вот. Значит, по поводу крайне церекальной мальформации. Но вот впервые, на самом деле, о крайне церекальной мальформации, я одним из первых людей, который вообще говорил в нашей стране, это вот был Борзенко Евгений Владимирович, да. Он как раз называл это крайне церекальной дисплазией. Да, вот он в 2009 году получил, ну вот этот вопрос изучал. Ну и также еще Дьюи, это 2007 года там статья, да. То есть, ну, а это в 2009 году. Поэтому вообще мы об этом состоянии уже давно знаем, но, к сожалению, до сих пор это состояние еще в полном объеме неосознанно, к сожалению, большинством ветеринарных врачей. Я это знаю, потому что я сижу и стою у, скажем так, операционного стола и принимаю пациентов. И вот эта проблема до сих пор еще в головы ветеринарных врачей не устаканилась. Поэтому они пытаются делать рентгеновские снимки, да, пытаются с помощью рентгена понять, что там что-то в голове. Почему бессмысленно это занятие? Потому что те, и мелографию делать тоже, поверьте, больше мелографии в этой стране, чем я этим карликам, не сделал никто, это точно. Поэтому я могу, то есть вот сто процентов забьюсь на тысячу долларов. Вот, но серьезно, кто сделал там, ну там две-три сотни мелографий карликам? Поднимите руки здесь, в зале. Ну что, нет, никто не сделал. А я сделал, поэтому я знаю, что это делать точно не надо. Почему я это знаю? Я это знаю, потому что, когда я это делал, я не знал о существовании этих болезней. Я специально вам показал 2007-2009 год. То есть о том, что вообще эти болезни существуют, тогда никто не знал. То есть мы впервые начали говорить о крайне церекальной мальформации после 2007-2009 года. А до этого мы думали, что у собак карликовых пород все то же, как не у карликовых пород. То есть я у них точно так же пытался найти там грыжи и всякую-всякую фигню. После того, как я узнал, что эти болезни у карликов в принципе существуют, стало понятно, что мелография бесполезная вещь. Поэтому карликам не надо делать вообще рентгеновские снимки. И вот это расстояние между первым и вторым шейными позвонками – это полная ерунда. Ничего не значит. Точнее, значит, что эта собака весит полтора килограмма. Вот и все. Больше не значит ничего. Поэтому просто был вопрос, можно ли каким-то способом сделать мелографию и что-то понять в шее у карлика. То есть даже в этом зале. Я уж не говорю о врачах, которые в этом зале не находятся. То есть они до сих пор делают вот такие рентгеновские снимки для того, чтобы что-то там увидеть. Но там увидеть нельзя ничего. Так же, как бесполезно при среднем отите делать рентгеновский снимок, потому что там нельзя увидеть ничего. То есть ни одну из тех структур, которые ты хочешь увидеть, ты там увидеть не можешь. Здесь то же самое. То есть ты ничего увидеть не можешь. По поводу там связок, которые все еще в некоторых статьях рисуются. Там нет не только… Меня когда спрашивают по поводу французских бульдогов. А вы там барабанную перепонку средним отитом собак-брафицефолических пород. А вы там эту барабанную перепонку разрушите? Я говорю нет, потому что у этих собак нет не только барабанной перепонки, но нет даже места, где она могла бы быть. Поэтому тут та же самая приблизительная ситуация. То есть у этих собак нету этих связок никаких. Поэтому, почему я это говорю? Потому что все еще проходят статейки, в которых говорится, что там какие-то связки есть, которые куда-то там разрываются, и что-то с ними там происходит. Такая проблема в том, что у них нет связок, а нет места, где они бы были. Вот в чем проблема. То есть не разрыв связок или растяжение там, а у них нет того места, куда бы они могли крепиться. Так же, как у собак с средним отитом-брафицефолических пород нет барабанной перепонки, потому что у них нет даже места, где она могла бы существовать в принципе. Тут та же самая ситуация. Поэтому это очень важный момент. У них нет черепа вообще. То есть проблема в том, что у них нет черепа. У них нет лобных синусов вообще. И это я говорю потому, что есть люди, которые пытаются сделать риноскопию и прочистить синусы. А у них их нет вообще. То есть нет черепа. Это тоже очень важный момент. Ну и отсутствие черепа. Некоторые заводчики там говорят, что нет, у нас все нормально. Ну вот пару лет назад я сказал, что мы бесплатно проведем КТ всем желающим, чтобы проверить, что у нас Йорк, у него есть череп. Я говорю, да, без проблем, давайте, вперед. За два года ни один не пришел. Потому что они только написать там в Ютубе могут какую-то фигню, да, а пойти проверить свою собаку, естественно, они не могут, потому что они понимают, что черепа у нее на самом деле нет. Вот, это очень важный момент. Вот так это выглядит все на КТ. Ну, кто-то делает КТ, тут миллион 110 раз это видел, да, то есть у них просто нет физически этого анатомического строения, которое называется череп и так далее. Вот, поэтому это важный момент. Ну, давай, компьютер, не хочет, переключайся. Сейчас что-нибудь придумаем. Всегда что-нибудь ломается, техника, это хоть не Apple, но все равно ломается. Так, что произошло? Ну да ладно. Вот, поэтому, то есть черепа нет, ничего нет. Я не понимаю, почему он не переключается? Да, пробил? О, хорошая идея. Не, не помогла. И это не помогает. Видео же не надо включать. Да, видео надо включать периодически. А видео с мышкой работает. А после мышки не работает вот это. Вот это. Ну, следующий, следующий слайд. А, чем он переключил? А чем переключил? Мышка. Окей, ну, круто. Я так всегда делаю, что это вредная вещь. Да, да, понятно. А как переключил? Да, нет, слайд как переключил. А, слайд как переключил? Да. А, вот на этой кнопке. Средний, понятно. Супер. Вот, ну, короче, в чем смысл? У них нет черепа. Это важно. Вот, есть такие пациенты, у которых, видите, атлант влез внутрь. Второй шейный пациент тоже влез внутрь. Вообще все там в черепе находится. Что с ними делать? С ними делать надо, и у него нет затылочного отверстия. Но у них, очень важный момент, у них есть вот такая маленькая перегородочка. Видите, это душка атланта. А вот это вот остатки поперечной такой перетяжки, оставшиеся после того, как не выросла затылочная часть. Короче, затылочная кость не выросла, а вот эта часть выросла, и она нарушает отток ликвара. Вот, поэтому, когда мы подходим к таким пациентам, что мы делаем? В первую очередь мы пытаемся восстановить нормальный ток ликвара, да, и должны убрать вот эту вот штучечку, маленькую перетяжечку. Вот, и часть атланта, которая входит в мозжечок. Ну, а дальше, естественно, мы должны вернуть у второго шейного позвонка на место. Ну, вот, соответственно, вот так это выглядит. То есть нет затылочной кости вообще, дырка. Ну, и вот мы удаляем вот эту перетяжечку, ставим в, стабилизируем и восстанавливаем ток ликвара. Как эта болезнь называется? Ну, какой-то вариант крайне северикальной мальформации, при которой надо убрать все, что вызывает сдавливание спинного мозга, ну, или продолговатого, наверное, уже даже, да, сверху и снизу. Вот, собственно говоря, что надо сделать у такого собаки карликовой породы. Ну, вот, да господи, что ж такое-то? А, понятно, мышка должна быть на этом экране. Вот, ну, это вот собака после проведенной операции. Это вот впадина дьюи, пускай будет дьюи, какая разница, как. И атлантокцепитальное перекрытие, да. Ну, это вот, там, через пару лет после того, как была проведена операция. Вот так. То есть, как мы понимаем, что надо сделать? Ну, мы делаем МРТ, видим, где нарушается ток ликвара, и все, что нарушает ток ликвара, просто убираем. Вот оно мешало, мы его убрали. Здесь оно мешало, здесь мы его убрали. Ну, вот таким вот образом восстанавливаем ток ликвара. Вот из четвертого желудочка теперь ликвар будет отходить, оттекать. Вот, собственно говоря, то, что надо делать. Вот. Другой пациент, еще, наверное, тут недавно был. Вот такой вот пациент. У него там сирома после операции. Вот. Был такой. Значит, у него разросшаяся затылочная кость. Я, наверное, думаю, из-за того, что его кормили мясом, потому что думают, что кошки едят мясо, и поэтому затылочная кость, наверное, такая была деформированная, и она вызывала вот здесь вот сдавливание. Вот таким вот образом мозжечок она вдавила внутрь и, собственно говоря, вызвала проблемы у этого льва. То есть это просто такой случай, да, интересный, в том плане, что это лев, а не собака. Потому что у собак такое тоже бывает, я попозже покажу. Соответственно, ну, и мы ему тоже расширили затылочное отверстие. Сейчас я покажу. В результате что произошло. Вот мозжечок был сдавлен затылочной костью, вот мы ее убрали, и мозг выровнялся, восстановился ток ликвара, и сдавливание мозжечка, ну, мы убрали, расширив затылочное отверстие. Вот. Дальше. Ну, кому интересно, как операция проходила, можете зайти на канал, да, посмотреть, потому что они все у меня есть там, все эти. Вот. Что я хочу показать здесь. Вот такая вот система есть хорошая, она крепится. Крепится голова, она максимально полностью зажимается, и есть возможность оперировать. Ну, пациента, голова не... Кто оперировал мозг, да, тот знает, что ты вот оперируешь, оперируешь, отвернулся за инструментом, а ассистент уже голову повернул, а у тебя уже другое операционное поле. Это бесит и очень сильно нарушает ход операции, да, поэтому вот эта система, она очень хорошо помогает прикрутить голову таким образом, что она полностью неподвижная, вообще не шевелится, и никаких проблем с этим вообще нету. То есть, ну, соответственно, мы удалили ему затылочную кость, вот таким вот образом. Кому интересно, может зайти на канал, посмотреть, она там, вся эта операция есть, то есть необрезанная, вот так вот появился там мужичок, мозг. Вот, потом сделали уже КТ. Там было достаточно большое количество плотной соединительной ткани, ну, и я там где-то, наверное, час ее оперировал, этого льва. Вот, то есть, очень похоже было на то, как это происходит у собак карликовых пород, тоже, ну, такая плотная, твердая, какая-то соединительная ткань, откуда-то взявшаяся, да, то есть, по идее, там должна быть сразу тоненькая оболочечка и цистерна магна, да, там, а у этого льва было так же, как вот у собак карликовых пород, или там у этих, каких-нибудь спаниелей, тоже была такая плотная вот ткань. Ну, вот так вот мы эту проблему решили, ну, вот это один из вариантов лечения, использования этого метода. Вот, видите, в мозжечок втыкается эта кость, здесь мы ее убрали, не втыкается, мозг расправился, все довольны, я тоже. Вот, еще вариант похожий, только это уже другая, другое животное, это среднеазиатская овчарка, у нее такое же давление оказывала затылочная кость в другом месте, да, не на мозжечок, а на сам уже мозг. Ну, кому интересно посмотреть полностью видео, оно тоже у меня на канале есть, можете зайти, в принципе, Затылочное отверстие тоже расширили, убрали кость и, в общем, получили отличный результат. А симптомы были похожи на воблер, на синдром воблера, движение такое, то есть проприорецептивный дефицит и вот такая вот тоже операция. Ну, и тоже расширили, предвидительно одинаково, как у этого предыдущего пациента, как у льва. То есть вот еще один вариант, для чего нужна такая операция. Вот, дальше в качестве доступа к четвертому желудочку тоже периодически необходимо это делать. Ну, это гейфон, у него гидроцефалия, да, и, соответственно, для того, чтобы восстановить отток, надо пройти до четвертого, до третьего желудочка. Вот, ну, и изначально я попробовал померить ему давление, да, попробовать, решил попробовать сначала решить эту проблему через желудочки. Ну, вообще, изначально была такая идея. вот, ну, а план Б зайти через четвертый. Вот, то есть вот такой вот тоже вариант. Вся операция есть у меня на канале. Вот такой вот датчик давления мы используем. Во-первых, если уж ставить шунты, надо использовать эти датчики, потому что важно какое-какое давление выбрать. Вот. Потому что вы же не знаете, какой, в принципе, клапан поставить, правильно? А как узнать, хотя бы сориентироваться приблизительно? Это использовать вот этот, собственно говоря, прибор. Вот. Ну, такой или другой. по поводу измерения внутричерепного давления на глазок. Это полная лажа, это вообще фигня, и по глазному дну, гадание по глазному дну, это полная фигня. Вот. Есть специальный метод измерения расстояния, да, это метр, там, километр, или еще что-то. Хочешь узнать давление, возьми прибор для измерения давления. Вот. Попробовать решить проблему измерения давления без измерения давления можно на глазок по пульсации мозга. То есть, мы понимаем, что давление внутричерепное повышено, когда мы вскрыли черепную коробку, а пульсации нет, значит, давление высокое. Вот. Потом, по мере уменьшения внутричерепного давления, появляется, соответственно, пульсация мозга, и мы понимаем, что да, давление стало нормальным, или оно нормализовалось. Но численные значения можно определить только с помощью датчика внутричерепного давления. Вот. Поэтому, ну, вот еще вариант для того, чтобы сделать такую операцию. Вот. Ну, и еще вариант при киареподобном синдроме, да, так называемом, у всяких там спаниелей, опять же, тоже приходится расширять затылочное отверстие. Ну, это МРТ такое этой собаки, да, в принципе, оно все у меня есть, опять же, на канале можно зайти посмотреть. Вот. И что тут важно? Ну, во-первых, расширить затылочное отверстие и восстановить нормальный ток ликвара. Когда мы разрезаем твердую оболочку, видим мошечок, когда вообще разрезаем, мы видим то, что пульсации обычно нету. То есть, если ты видишь, что пульсации нету, значит, это в какой-то мере, как я уже говорил, в общем, косвенный признак повышенного внутричерепного давления. Вот. Ну, датчикам, конечно, можно точно выяснить, какое оно. Вот. Можно попробовать через четвертый желудочек ввести, опять же, датчик, померить давление. Вот. Ну, и мы очищаем до той поры, пока не появится вход в четвертый желудочек. Смысл вообще этого хирургического вмешательства в том, чтобы восстановить ток ликвара и в том, чтобы найти вход в этот четвертый желудочек и его освободить, так или иначе. Вот. А не в том, чтобы какую-то пластину поставить на затылочную кость. Вот. Я не знаю, почему, в принципе, в статьях это не описано, да, что цель-то операции является восстановление тока ликвара. Вот. Но написано, что блямку какую-то надо на череп приделать, но смысл основной операции это не в этом, да, а в том, чтобы вот таким вот образом зайти в этот, собственно, четвертый желудочек и посмотреть, что там. Значит, если вы просто вскрыли затылочную кость, то там вот этот вход в четвертый желудочек, он, как правило, ну, убрали спайки уже, да, вот я и у льва, кстати, эти спайки тоже такие нашел, и у всех вот этих собак, имеющих, имеющих подобную проблему. Но, там еще есть очень важный момент. У большинства, не у всех, но у большинства, абсолютного большинства, есть вот такая тоненькая пленочка, которую тоже надо убрать. Потому что, если вы ее не уберете, то тогда смысл операции будет, ну, тоже никакого не будет. Вот. Сейчас компьютер отвиснет, и я вам покажу дальше. Так вот. То есть, видите, мы доступились в цистерна магна, которой особо и нету, или она почти нету, да, а дальше оттока ликвора из четвертого желудочка-то и нету. То есть, понимаете, вот читать эти статьи по поводу того, что сколько там было вот того-то, того-то, мы приделали какую-то штуку на голову, и у нас получился такой-то результат. Как их оценивать, если нигде в них не написано, что мы осуществили доступ в четвертый желудочек. Кто читал, что там было написано, а вот здесь у нас там 80 человек, кто из 18-80 человек читал, что при проведении хирургического вмешательства, при икеаре, подобном синдроме, мы доступились к четвертому желудочку. Вот все, кто такое читал? Ну, кто? То есть, это то, для чего эта операция делается. Но, написано, мы прибамбасали блямбу, напечатанную на 3D-принтере. Или, из-за крила мы слепили какую-то мандулень и примотали ее к голове. В чем логика? Понимаете, никакой логики нет. А как оценивать все эти статьи? То есть, они, если они сделали какую-то операцию, но не поняли, зачем они ее вообще делали. Приделали какую-то штуку в голове, сделали красивые снимки и сказали, мы приделали какую-то штуку в голове. А зачем вы это сделали? В чем логика ваших действий? Может быть, они это делают, а может быть и нет. А как оценить тогда эти все статьи? То есть, понимаете, 80 человек, никто, не прочитал, что в статьях и я тоже не считал, что да, мы осуществили, нарушили, восстановили нормальный ток ликвара. Нет, мы ничего не восстановили. Поэтому это очень важный момент. То есть, то, для чего ты это делаешь. Поэтому я начал с того, что для чего, с принципов, то есть, мы делаем, восстанавливаем оток ликвара. Если ты приделаешь какую-то штуку к голове, то ты не восстановишь ток ликвара. А скорее, наоборот, ситуацию ухудшишь. Потому что вокруг этой штуки, даже если она из титана, обрастет соединительной тканью. И вся, ну и проблема будет еще больше. Вот. Поэтому важным моментом является еще как это зашить. Я думаю, что, наверное, надо зашивать твердую оболочку, но ее там очень мало. То есть, вот, то есть, это реальная операция, да, и я ее разрезаю, я ее не удаляю, но потом сшить, там особо нечего сшить-то. Возможно, надо взять какую-то, я не знаю, какую-то, чего-то там, откуда-то взять, да, и сделать, ну, закрыть, да. Но сейчас я просто минимальным количеством ниток зашиваю. Для чего? Почему минимальным количеством? Для того, чтобы не было никаких спаек. То есть, если вы зашьете минимальным количеством ниток, да, то есть, у вас здесь не будет плотного сшивания, то ткани, ну, там останется какая-то полость. И, в принципе, я вот показал вам на МРТ такого пациента, у которого компрессии не было там через пару лет, да, вот это очень важный момент. То есть, мы добились того, что хотели, а хотели того, что было надо хотеть, и получили результат. Ну, и дальше по поводу зашивания тоже очень важный момент. Я заметил, ну, скрывая после операции некоторых коллег, что они там сшивают в мышцах к мышце, не задумываясь о том, что мышцы работают в разном направлении в шее. То есть, берут, делали вентральный слот и сшили их как это самое. Сшивают, например, это просто как пример везде так. Это и на переломах тоже. Это я собаку реоперировал через две недели. То есть, я с кожи швы снял, а дальше будто бы я там не разрезал. Ну, это просто, можете зайти на мой канал посмотреть, да, ну что, ну да, на самом деле так и есть. То есть, потому что я никогда не зашиваю внутри. Потому что я понимаю, что если я сошью две мышцы вместе, то они в момент поворачивания головы или вот такого какого-то движения, они работают в разных направлениях. То есть, в чем логика сшить? Одна тянет сюда, а другая тянет в другую сторону. Но мы их сошьем, потому что мы прочитали в каком-то за 50, там, не знаю, 100 какой-то год, что и там будет, что-то там будет, иначе вот, и что-то будет, да, вот. А потом вот такой вот массив воспаленных мышц. Вот и все. Поэтому, чтобы не было, туда не надо ставить какую-то железяку, напечатанную на 3D принтере или акрилом залитого. Вот. И сшить минимально, то есть, только 5 минут. О, я даже практически вовремя закончил. Вот. Поэтому, это важный момент. Как сшить? Потому что, возможно, я, как уже говорил, что в этих статьях пишут, что мы что-то прибамбасали, но достигали ли мы нужного нам результата изначально и делали ли мы то, что нам надо, там не написано и нигде не написано, как сшили. Потому что, может быть, коряво сшили. Вот так вот, все мышцы, какие только нашли, в 10 слоев, потом это все стало одним соединительно-тканным конгломератом, что там вообще потом и не найти ничего вообще. поэтому там тоже об этом ничего не сказано. Кто из 80 человек, сидящих здесь, вообще читал, как сшивать? Как в этих статьях, у которых были рецидивы, как там сшивали? Никто об этом не говорит. А это главное и это важное. Это, кажется, мелочи, но вот вам, пожалуйста, это вот я сшил, через две недели я просто с нитки снял и все, и будто бы я там не заходил. Это я стабилизировал, после нестабильности. В общем, вентралслот сделал, развилась нестабильность, потому что хозяйка все носила эту собачку, я говорю, пускай она сидит в клетке. Нет, я же не буду сидеть в клетке, я же буду носить свою собачку. Я же ей дам НПВСов и буду ее носить, чтобы нестабильность, которая, скорее всего, у нее была изначально, была еще больше. Но, конечно, объяснить это сложное владельство, потому что ее надо же НПВС всем дать, гавапентин всем надо дать, потому что надо же чем-то занять владельца. Вот. Ну, вот и вот результат. Но, зато у меня есть случай, как заживает через две недели. Потому что убедить хозяйку вскрыть ради моего интереса, как потом заживает, мне было бы сложно. А так, у меня вот есть хороший способ, хороший случай. Вот. Ну, и по поводу, был вопрос просто по поводу, так, я понял, как работать с этим компьютером. Давайте сначала. Да, вот. Я что хотел рассказать по поводу вот этой кошки, как раз по поводу эндоскопии, введения в желудочке. У меня много на канале всяких этих случаев, да. Это я вот этой кошке удалил из третьего желудочка опухоль. Это она там через наверное пару недель владельца там это вот результат того, чего я там удалил. Ну, короче, на канал зайдите, посмотрите. Вот. Значит, я к чему это показываю? По поводу эндоскопии. То есть, мы давно ею пользуемся. Для того, чтобы пользоваться эндоскопической, это из третьего желудочка, я удалил опухоль. А вот такая она была. Вот. Это опухоль в третьем желудочке. Это я сейчас показывал, или это я показывал? Нет, это сейчас. Вот. И мышки две. Что, одна там я, и другой тут я. Вот. Так вот, для того, чтобы пользоваться эндоскопией, нужна конструкция, чтобы голову зажать. Потому что этот ассистент постоянно куда-то поворачивается. А они же как ассистенты, как блондинки. Как блондинка за рулем. Куда смотрю, туда и еду. Это же всегда, ну, знаете, да? О, я поехала, поехала, поехала. Вот то же самое происходит на операции. Но когда она там врезалась в столб, да бог с ней. Ну, здесь же операция. Понимаете? Ну, и вот поэтому надо железку. Вот. Ассистент, ассистент бегает там кругами. Кругами бегает. Для этого ассистент нужен, чтобы кругами бегать. Я вам серьезно говорю. Ну, инструменты подавать. Вот и все. Поэтому, так и к чему? Можно использовать эту систему только когда она у вас вместе. То есть, у вас есть эндоскоп и есть направляющая вот эта штука, она направляет очень точно в нужное место эндоскоп. Да, и так можно лечить и гидроцефалию, и так можно лечить, ну, удалять такого плана опухоли. Значит, если бы у меня не было этой эндоскопической системы, то такую опухоль бы мы лечили бы просто постановкой шунта. То есть, не опухоль, а просто поставили бы шунт, потому что опухоль нарушила отток ликвара. Ну, и кошка бы какое-то время еще пожила. То есть, а умирала она просто потому, что у нее выпал мозжечок. То есть, она попала симптомами выпавшего мозжечка, да, выпадение мозжечка у нее было, уже за счет гидроцефалии, развившейся от опухоли. И вариант лечения такого пациента, конечно, был не лечения, а просто контроля. Да, поставив этой кошке, вон там грыжа мозжечка, поставив ей шунт. Тогда отток бы был бы не так важен, мозжечок вернулся бы какое-то время обратно, и она бы еще пожила какое-то время. Вот, имея эндоскопическую систему, вот такую, можно, в общем, рассчитывать на хороший результат уже лечения на образование опухоли. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать, и какой вопрос. спасибо большое за лекцию. Если кто не понял, основной посыл лекции был на то, что подписывайтесь, пожалуйста, на канал Владимира Валерьевича на YouTube. По-моему, чтобы набрать серебряную кнопку, нужно 100 тысяч подписчиков. Да не надо, что ты, какой господи. Не надо, действительно. Да нет, слушайте. К сожалению, у нас времени на вопросы нет. Если вы хотите задать вопрос Владимиру Валерьевичу, то подходите, пожалуйста, лично. У нас есть пяти минутный перерыв. Вообще, основной посыл не в этом был. А в основном посыл, что читать надо статьи, думая, что ты читаешь и для чего ты делаешь. Вот основной посыл был для этого. И то, что все это делается, просто я понимаю, что люди, ну, там спрашивают по вопросам, да, я понимаю, что они, что это все делается. То есть, это все делается здесь, сегодня и сейчас. И я даже показываю, где это можно увидеть. Вот и все. То есть, основной посыл-то в этом. То, что статьи, написанные нашими иностранными коллегами, их надо тоже с умом читать. Ну, а что их читать, если там ничего не написано? Мы полностью согласны. Вот и все, в этом посыл основан. Спасибо. А? На канал подписывается. Да, и мы вам еще же вручим сейчас, смотрите, что благодарственное письмо от вашего же имени. Ой, спасибо. Сам себе. Через пять минут встречаемся в этом же зале. Завтра надо просто будет сделать, знаете, что? Чтобы вот это, вот это, вот это, вот это... На два экрана, да, просто повторяющийся сделать. Повторяющийся, да. И тогда будет вообще... Каким шел на материалом лучше ушивать? Я по газу ушиваю, а мой ассистент все время со мной ругается и говорит, почему это самое, надо мононичиваться. А я вообще не зашиваю, внутри я один шок накладываю. Музыка, я бы разговаривала, баллась, а мой коллега использует. Да я понимаю, ну, я понимаю, что возможно надо, но, как бы, опять же... Есть же много вариантов. Есть много вариантов. Мне есть, я не уверен, что их надо делать, потому что вокруг любого инородного тела развивается фиброз. Вот. Вы, которые растягиваете, получается... Нет, да я знаю, я эту самую губку кладу, и она тоже вроде как рассасывается. Спасибо. 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 Спасибо.